Мы приветствуем вас на нашем канале, а это рубрика «Города России», и прежде чем мы расскажем вам обо всех городах нашей необъятной родины, просим подписаться на канал и поставить лайк этому видео, и поделиться им с друзьями. Приятного просмотра! На юге Краснодарского края, на обоих берегах Кубани, находится крупный административный центр «Армавир», названный в честь древней столицы армянского государства и обозначающий род Арама. Город большой с населением более 180 тысяч человек, проживающих на территории в 280 квадратных километров. Основной этнический состав населения – это русские и армяне. Также здесь образовали национальные общины греки, болгары, евреи, немцы и грузины. Первоначально на этом месте было основано село Армянский аул, переименованное в Армавирский аул, благодаря стараниям армянского священника. Статус города село получило в 1914 году. В настоящее время город Армавир объединяет в своем подчинении еще 11 сельских населенных пунктов, создавая муниципальное образование. Герб и флаг города выполнен в звании красного, синего, золотого и серебряного цветов, символизирующих богатство, чистоту, честь, природу, труд и красоту. Армавир является крупным центром культурного, научного и промышленного развития. Через него проложены Владикавказская и Армавир-Туапсинская железные дороги, образуя мощный железнодорожный узел с двумя вокзалами – Армавир-Ростовский и Армавир-Туапсинский. Кроме железнодорожного транспорта в городе действуют автобусные и троллейбусные маршруты. Ближайший аэропорт находится в Ставрополе, а морской порт – в Туапсе. Армавир открывает ворота к курортам Черноморского побережья. Климат данной местности характеризуется как умеренно континентальный, самым жарким месяцем – июлем, и самым прохладным – январем. Летом средняя температура воздуха составляет 23-25 градусов, зимой – это минус 1,2 градуса. Сильные ветры, как и продолжительные ливни, здесь редкое явление. Благодаря водам реки Кубань и притока Уруб, воздух даже в самые жаркие дни мягкий и влажный. Восточную сторону города окружает Урубский лес. Сосновые, дубовые, кленовые и другие посадки обогащают воздух кислородом и лечебными фитонцидами. Лучше всего здесь отдыхать в июне, августе, сентябре и октябре. Более 200 памятников истории и архитектуры, сакральные строения, военные монументы, кинотеатры, музеи, парк отдыха, масса торговых центров и живописные окрестности города приятно порадуют каждого туриста и предложат наиболее приемлемый вариант пассивного или активного отдыха. Следует отметить, что наиболее подходит данная курортная зона для любителей этнотуризма, которым будет интересны раскопки древних городищ и курганов, а также экспозиция городского краеведческого музея. Кроме того, в окрестностях города произрастает редчайший экземпляр лиственных деревьев – кинго-двулопастный, который встречается только в некоторых районах Китая и Японии. Это дерево до 30 метров в высоту может жить до 1000 лет. Его еще называют «травесником юрского периода» или «живым ископаемым». Осенью оно полностью сбрасывает листву, а его небольшие плоды съедобны и напоминают маленькие абрикосы. Поэтому в переводе с китайского кинго обозначает «серебряный абрикос». Нужно сказать, что «Армавир» является четвертым по величине Краснодарского края. Что касается экономики города, то на местных предприятиях занято около 70% населения муниципального объединения. Здесь работают заводы тяжелого, опытного и железнодорожного машиностроения, приборостроения, нефтехимической, химической и легкой промышленности. Хорошо развита пищевая промышленность. Особенно славится кондитерская фабрика «Метрополис». Население занимается выращиванием дынь, арбузов, томатов, плантаций, которые стираются на целые километры. А вкуснейшие плоды, обласканные жаркими солнечными лучами, можно приобрести прямо у автодорог. Для «Армавира», как и всего Краснодарского края, характерно выращивание подсолнечника и производство растительного масла. Подсолнух, как символ богатства и урожая, красуется на гербе и флаге города. Побывав в «Армавире», этом чистом и красивом городе, захочется еще раз сюда вернуться, чтобы окунуться в дружелюбную теплую атмосферу, десятилетиями создаваемую его жителями. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь с друзьями этим видео. До новых встреч в следующем городе! Субтитры подогнал «Симон»!